Украинское общество не чувствует массово ту проблематику и этот воровской менталитет, воровские понятия, воровские нравы, начал свое выступление у Шустера Давид Сакварелидзе. Я не хочу вам сказать, что воры в законе всегда существовали автономно, без вмешательства силовых ведомств. Их создавали НКВД, затем в любой стране, где существовала коррупция в правоохранительных органах или в тюрьмах, они чувствовали себя всегда хорошо. Воры в законе прекрасно понимают отношения с властью. Когда они не могут купить себе свободу, они покупают себе билет и добровольно покидают страну или договариваются со своей крышей или с прокуратурой, МВД или начальниками в тюремных администрациях, чтобы они купили себе билеты. Как только в Грузии изменились правила и реально начался процесс очистки правоохранительных органов, МВД в основном, они начали уезжать, они не прижились, а те, что остались, оказались в тюрьме. Мы все понимаем, что тюрьма, она сегодня черная. Это означает, что воры контролируют тюрьму. Есть привилегированные камеры, есть смотрящие, там есть их солдаты, их пехота. Если Украина сейчас готова за это основательно и четко взяться, я имею в виду государственный аппарат, то проблему можно решить, я вам скажу, за месяц-два. В Украине нет социальной проблемы, но есть проблема в тюрьмах. Что касается улицы, в Украине 15 воров в законе. В 2005-2006 году, когда задерживали вора здесь, в Украине, например, и везут его в аэропорт, например, ему говорят, у тебя два билета. Один бесплатный билет в Грузию, а другой 100 тысяч долларов в Грецию, например. Ты выбирай, куда ты хочешь, то, конечно, выбирали второй вариант. Потому что в Грузии оказаться... Ну, мы тогда с такой гордостью могли говорить, что ни одного вора в законе на территории Грузии уже не было. Если кто-то и был, то в тюрьме сидел, в изоляторе. Напомним, громким расследованием Сакварелидзе в Украине стало дело бриллиантовых прокуроров, уголовное дело с обвинением во взяточничестве экс-заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. Также бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что после того, как офис генпрокурора Украины возглавила Ирина Венедиктова, ведомство не показывает ощутимых результатов. «Думаю, Рябошапка порядочный человек, но оказался недостаточно злым и быстрым в том контексте, что он не учел, что у него вообще не было времени. Он учился быть прокурором, но на это тоже не было времени. Люди требовали результатов и посадок, а команда Рябошапки начала углубляться в технические процессы реорганизации прокуратуры», — отметил Сакварелидзе. По его мнению, Рябошапке следовало запустить работу групп, которые бы работали на результат. «Что касается Ирины Венедиктовой, то я пока вообще не понимаю, что там творится. И реформы нет, и сдвигов нет, и каких-то ощутимых результатов нет. В правоохранительной системе в прокуратуре в данном случае творится какой-то хаос. То есть это какой-то остаток хаоса, который никак не может кристаллизоваться в нормальный рабочий орган. К сожалению», — заключил Сакварелидзе. Глава исполкома национального совета реформ Михаил Саакашвили на встречу с представителями бизнеса послал к черту тех, кто требовал от него быстрых результатов на новой должности. Когда бывшего президента Грузии спросили о том, когда будут дела конкретные, Саакашвили вспылил и резко ответил, что ему надоели подобные упреки и предложил украинцам самим что-то делать. «А когда у вас будут дела конкретные? Что значит «дела конкретные»? Давайте вместе рассказывать, что я ой Саакашвили пришел, дела ой разочаровал через неделю. Да пошли все к черту, кто так думает», — резко сказал Саакашвили. Политик также предложил предпринимателям самим шевелить руками. «Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери. Сколько можно говорить, мы так надеялись, а он разочаровал. А может, вы сами пошевелитесь», — заявил Саакашвили. Отметим, что ранее Саакашвили заявлял, что у него нет своей отдельной программы реформ. При этом он призвал украинских предпринимателей сообщать ему о своих проблемах в ведении бизнеса путем размещения видеороликов в соцсетях. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает первых положительных результатов от Михаила Саакашвили после его назначения уже в ближайшие месяцы. В частности, Зеленский ожидает изменения в дерегуляции в бизнесе и реформирования таможни. Напомним, после назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность члена Национального совета реформ на базе ведомства был создан «Офис простых решений и результатов». 3 июня основана общественная организация с таким названием. Ее доноров обещают назвать позже. Организацию создали глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский. Через нее должны поступать деньги на содержание негосударственной структуры с таким же названием, которую Саакашвили организовал на базе Национального совета реформ 26 мая. Тогда же страницы Совета в соцсетях были переименованы в «Офис простых решений и результатов». Исполнительный директор офиса Мария Барабаш пообещала изданию вскоре назвать имена доноров, которые будут финансово поддерживать реформаторские структуры. У офиса уже появились три локации – в кабине, в офисе президента и в концертно-выставочном центре Парковой в неформальном штабе партии «Слуга народа». Барабаш прогнозирует, что детальная информация о целях и задачах Офиса простых решений и результатов появится после первого заседания Национального совета реформ, дату которого вскоре назначит президент Владимир Зеленский. Пока известно, что организацию разделяют на отделы – исполнительный, международный, коммуникационный и законодательный. Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко обжаловала в суде бездеятельность генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой по заявлениям, которые были направлены в связи с обыском в музее имени Ивана Гончара в рамках «Дело о незаконном перемещении через границу картин», сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань. Ранее адвокат заявлял, что защита Порошенко подала пять жалоб на действия сотрудников ГБР при обыске в музее в Киеве, где были выставлены картины, принадлежащие семье бывшего главы государства и фигурирующие в уголовном деле. Пять заявлений об уголовных правонарушениях Офис генерального прокурора получил 3 июня. Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генерального прокурора в суде. Также направили в суд заявление об отводе следователей ГБР, которые осуществили незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащие супругам Порошенко, написал Головань на своей странице в Facebook. Также адвокат добавил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы дела. Ранее сотрудники Госбюро расследований пришли в музей имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины, принадлежащие семье Порошенко и фигурирующие в деле о контрабанде. Правоохранители взломали дверь в музей для безотлагательного обыска. Произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко и Европейской солидарности. Депутатов Рады в музей не пустили. Телеканал «Прямой» заявил, что в ходе потасовки от действий сотрудников Госбюро пострадала их журналист. Правоохранители в ходе обыска изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором фигурирует Порошенко. Позже коллекция картин была арестована и передана на хранение в тот же музей. Ранее Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. По данным ведомства, допрос касался дела, в котором изучаются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с открытием от «Таможенного контроля» коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко заявил, что все картины были ввезены в Украину законно и что он готов предоставить оригиналы таможенных деклараций. Они с женой приняли участие в открытии выставки в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где представлены эти картины. Напомним, 7 июня журналистка Елена Бойко выразила надежду на скорейшее судебное расследование бывшего президента Украины Петра Порошенко. Бойко считает, что есть основания для уголовных дел не только в отношении Порошенко, но и Александра Турчинова и других деятелей постмайданового периода. По ее мнению, эти люди виновны в военном преступлении и разжигании войны против собственного народа. Интервью было дано вскоре после выхода журналистки из следственного изолятора города Львова, где она пребывала по решению СБУ в течение года после депортации из России. 4 июня 2020 года работники Бориспольского городского совета вышли на митинг протеста под лозунгом «Долой разбойника» с требованием к городскому главе созвать внеочередную сессию горсовета и к депутатам уволить с должности секретаря горсовета Ярослава Гадунка. Акцию у стен горсовета организовал профсоюзная организация работников Бориспольского горсовета. «Мы заявляем, что мы не хотим работать вместе с человеком, который имеет криминальное прошлое, которому чужды морально-этические принципы, который работает ради своего обогащения, при этом постоянно перекручивая нашу профессиональную работу, распространяя клевету на наших работников. Он никогда не был Бориспольцем, сейчас проживает на Печерских холмах», — заявила во время митинга одна из ораторов, которую авторы сюжета не представили. По ее словам, во время общения Гадунок постоянно использует нецензурную лексику, угрозы, шантаж, ведет себя агрессивно, унижает человеческую честь и достоинство. Как сообщалось в феврале 2020 года в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга при посещении Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения ответил на вопрос скандального секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Гадунка. Гадунок в футболке с надписью «Выйди отсюда, разбойник» и плакатом «Жду извинений от президента» попросил главу государства расследовать хищение средств предыдущей райгосадминистрации, на что Зеленский ответил, что ему следует обратиться в правоохранительные органы. Ранее 10 июля 2019 года в Бориспольске Киевской области президент Владимир Зеленский выгнал в совещание секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Гадунка. Напомним, во время заседания Зеленский получил информацию на телефон о том, что ранее Гадунок был осужден за разбой. Несколько раз украинский лидер спросил Гадунка, о нем ли говорится в тексте сообщения. После утвердительной реакции президент потребовал от чиновника выйти из зала. «Выйди отсюда, иди, разбойник, плохо слышишь», сказал Зеленский. Тот уходить не захотел, он напомнил Зеленскому слова «каждый из нас президент», которые он произнес во время его инаугурации. «Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, господи», ответил украинский президент. Позже секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Гадунок прокомментировал инцидент, произошедший во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Борисполь 10 июля 2019 года, когда Зеленский выгнал Гадунка с совещания и напомнил о его якобы криминальном прошлом. Гадунок заявил, что не стоит устраивать акцию под стенами СБУ, ибо лишь агрессору и пятой колонии выгодно раскручивать этот скандал и делать дестабилизацию в Украине.